Здравствуйте! Вы смотрите итоги недели на телеканале CBC в студии Михрибан Касумова. И сразу о главной теме дня недели и последних месяцев – коронавирус. В Азербайджане сегодня усилили особый карантинный режим. Границы по-прежнему закрыты. Транспортное движение между районами и городами полностью остановлено. Подробнее смотрите в следующем материале. Особый карантинный режим объявили в Азербайджане с 24 марта по 20 апреля. Решение об усилении мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса приняли на заседании Кабминареспублики. Режим предусматривает запрет лицам старше 6-ти и 10-ти лет выходить из дома. Одиноким людям данной возрастной категории будет обеспечено оказание социальных услуг. С этой целью социальные службы перешли на усиленный режим работы. Как хорошо, что есть эта возможность и существует эта у нас организация, которая оказывает помощь одиноким пенсионерам. Я уже плохо хожу, держусь за стол, за стулья, за палочку, за стенки. Я не знаю, что бы со мной было, не понимаю даже, не представляю этого существования. Это большой плюс, что у нас в государстве есть такая служба, помощь, социальная помощь одиноким пенсионерам. Сейчас мы работаем в особом режиме. К тем, кому мы постоянно помогали ранее, прибавились и одинокие пенсионеры старше 65 лет. Передаем им продукты, оказываем необходимую поддержку. Сейчас в нашей работе они особенно нуждаются. Одиноким пожилым людям помогают по хозяйству, с покупкой продуктов и медикаментов, а также с оплатой коммунальных услуг. В рамках программы «Забота о старшем поколении» выделены 100 автомобилей такси, которые помогут социальным работникам оперативно добираться до пенсионеров. Кроме того, в стране ограничены въезды и выезды в города Баку, Сумгаид и Абширонский район, за исключением автомобилей особого назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и грузовых машин. Гражданам также рекомендуют свести к минимуму использование метро и отдавать предпочтение наземному транспорту. Для этого ежедневно с 6 до 22 часов между станциями Бакинского метрополитена организованы маршруты передвижения специальных экспресс-автобусов. Автобусы очень комфортные, чистые. Есть даже специальные диспенсеры, чтобы пассажиры могли дезинфицировать руки при посадке. Пассажиров немного, ведь мы только начали работать, и не все граждане пока знают, что вместо метро можно пользоваться нашими автобусами. Подобные меры, осуществляемые в стране, служат для пользы граждан, ведь все это делается с целью общественной безопасности. Эти меры своевременные, автобусы большие и просторные. А сегодня утром, когда я выходил со смены, увидел, как проводится дезинфекция дорог. Еще один важный пункт – запрет на сборы в общественных местах группами более 10 человек. Дистанция между гражданами должна составлять не менее двух метров. При этом работа продуктовых магазинов, аптек и других жизненно важных объектов осуществляется в обычном режиме. Из-за стремительного распространения коронавируса осуществляется переход на удаленную работу. Дистанционный формат используется в различных компаниях и структурах, в том числе и в Азербайджане. В чем преимущество? Сидя дома за компьютером или используя телефон, свою продукцию можно демонстрировать в любой точке мира. К тому же из-за коронавируса граждане предпочитают электронные платежи. Так что сейчас самое время использовать возможности онлайн-магазинов и социальных сетей. При удаленной работе нет необходимости тратить средства на проезд, вставать раньше, чтобы успеть доехать до места работы без пробок. Дома каждый формирует свою рабочую среду. Нет никакого дресс-кода. Что касается граждан Азербайджана, находящихся за пределами страны, то продолжается организация чартерных рейсов для их возвращения на родину. Около 10 тысяч граждан возвращены в страну чартерными рейсами. Приезжающие из-за рубежа люди проходят медицинское обследование. За счет государства они помещаются в специальный карантинный режим на 14-21 день. Государство мобилизовало все возможности и осуществляет важные и действенные меры для обеспечения здоровья граждан Азербайджана, безопасности нашей страны. Однако следует учитывать, что возможности всех стран без исключения не безграничны. В нынешней ситуации очень важно, чтобы все мы, граждане, осознавали свою ответственность и выполняли возложенные на нас обязанности. Необходимо соблюдать режим социальной изоляции. Мы также настоятельно просим наших граждан, находящихся за рубежом, соблюдать правила карантина в странах, где они находятся в настоящее время. В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как у лиц, прибывших из-за рубежа, так и среди людей, заразивших друг друга внутри страны. От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимально общаться с другими лицами, не находиться в местах тесного скопления людей и исследовать особому карантинному режиму. Лила Курбанова, CBC Мы сильны вместе, да здравствуют азербайджанские врачи, оставайся дома, Азербайджан. Такие лозунги-слоганы высветились на пламенных башнях в Баку. В знак солидарности и поддержки врачей. Подобные акции будут продолжены, подчеркнул президент Ильхам Алиев на открытии новой больницы в столице. За последние годы в Азербайджане проделали большую работу по совершенствованию системы здравоохранения. С 2004 года построено или капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытие больницы в Баку. Глава государства отметил, она является ведущей в Азербайджане с точки зрения оснащения, оборудования и качества услуг. Президент также подчеркнул, оказание необходимых медицинских услуг больным коронавирусом – важнейший вопрос. Мы разместили зараженных коронавирусом в нескольких больницах, в том числе в Баку и регионах. Не будь у нас данной инфраструктуры, как бы мы могли бороться с этим заболеванием? В то же время должен отметить, что в последние годы значительно вырос профессионализм врачей. Сейчас трудно представить, что 10-15 лет назад в Азербайджане невозможно было проводить сложные операции. Сегодня наши врачи проводят сложнейшие операции, возвращают людей к жизни. Уже много лет проводятся операции на открытом сердце, по трансплантации органов. То есть несколько лет назад всё это невозможно было даже представить. Поэтому была проведена большая работа и в области обучения врачей, повышения их профессионализма. Глава государства выразил признательность бизнесменам за безвозмездную передачу отелей на нужды государства. Президент также подчеркнул, что коронавирус является большим ударом как по экономике страны, которая в январе-феврале развивалась очень высокими темпами, так и по экономике мировой. Однако работа, проделанная на основе заранее принятых правительством Азербайджана решений, сказал глава государства, позволит с честью выйти из этого испытания. Он напомнил, что на цели поддержки предпринимателей Кабмину выделен 1 миллиард долларов. Созданы 4 рабочие группы. Считаю, что единственный вопрос, которым мы пока еще не можем полностью быть довольными, это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно. Они пытаются нарушить установленные правила, ставят таким образом под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей. Этого делать нельзя. Эти правила приняты для того, чтобы ограничить случай заражения. Лица старше 65 лет не должны выходить на улицу. Они должны понимать это. Наши сотрудники полиции стараются очень вежливо объяснить им. Основная нагрузка в этой ситуации, отметил глава государства, ложится на врачей. Президент подчеркнул, приняты дополнительные меры по улучшению их материального обеспечения. Оклады врачей, обслуживающих больных коронавирусом, увеличены в 3-4-5-кратном размере. Это проявление внимания государства. Строгие карантинные меры продолжают вводить в различных странах мира, чтобы предотвратить распространение коронавируса. О том, как сейчас обстоят дела в этих государствах, Сибиси рассказали проживающие там граждане, в том числе азербайджанцы. В Испании довольно жесткий карантинный режим. Людям можно разрешать выходить только по 4 причинам, то ли в магазин, то ли в аптеку. Можно идти рабочим на работу и возвращаться домой. И тут ввели уже специальные штрафы для тех, кто не соблюдает данный карантинный режим. Италия находится в строгом карантине, закрыты все места, кроме супермаркетов и аптек. Выходить наружу нельзя без каких причин. И то надо обязательно носить маски и перчатки. Нехватка продуктов в супермаркетах не наблюдается. Уроки мы проходим онлайн. У нас в Израиле работают в основном только аптеки и продуктовые магазины. То есть люди не находятся в абсолютной изоляции. Они могут выходить за продуктами и лекарствами, но соблюдают меры предосторожности. На сегодняшний день ситуация в Турции непростая. Есть заболевшие, есть умершие, число которых растет каждый день. Но правительство старается сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию. Люди работают удаленно. Дети обучаются онлайн. Магазины работают в обычном режиме, продуктовые магазины, но при этом большие торговые центры, кафе, рестораны закрыты. Я могу сказать то, что московские университеты областные, также и по всей России перешли на дистанционное обучение. Дистанционное обучение проходит в онлайн-режиме. Подпедагоги отправляют задания, и студенты выполняют. Также предоставлены онлайн-площадки для занятий, семинарных работ, лекционных. Когда ты ходишь в маркет-шоппинг, конечно, полтора метра дистанция от людей. Если я хожу на бег или на ходьбу, или решила заниматься спортом на улице, то должна быть одна или максимум у нас должно быть двое. Как видите, машин много. Мы сейчас с вами зайдем в обычный магазин продовольственный, посмотрим, что там происходит. Готовая еда, замороженная есть, рыбный отдел. Вы сами видите, что есть все. Говорят, что в Америке не хватает воды. Вода есть и бутылочная, и есть питьевая вода в больших емкостях. Может быть, не такой большой выбор, но, во всяком случае, вы не умрете от жажды. Остаться дома на сегодня – это лучший способ уберечься от коронавируса и помочь тем самым снизить риск массового заражения. Но как быть, если выйти на улицу просто необходимо? К примеру, в магазин или аптеку. О простых правилах в период распространения инфекции расскажет моя коллега Лейла Курбанова. Сегодня коварный вирус может подстерегать нас где угодно. А значит, даже отправляясь в магазин, надо быть на чеку. Стоп! Ни в коем случае не додрагивайтесь до перил, кнопок лифта, дверных ручек и других поверхностей. Стоп! Автобусов и метро лучше избегать. В местах большого скопления людей невозможно соблюдать рекомендованную дистанцию в 2 метра. Так что до ближайшего магазина лучше пройтись пешком. Стоп! Ни в коем случае не притягивайтесь к продуктам, которые вы не собираетесь покупать. Если на ваши руки каким-то образом попал вирус, то вы становитесь его переносчиком. И еще не забывайте соблюдать необходимую дистанцию в 2 метра между покупателями. Вернувшись домой с покупками, тщательно вымойте руки с мылом. Продезинфицируйте кошелек, ключи, телефон, спирт с содержащими средствами. Кроме того, важно тщательно вымыть фрукты, овощи, яйца и другие продукты питания, которые вы будете использовать в пищу. А еще лучше уже выходя из дома надеть одноразовые перчатки. Все эти простые меры предосторожности помогут защитить вас и ваших близких. Будьте здоровы! В продолжение темы «Как не поддаваться панике». Сейчас этот вопрос особенно актуален. Сейчас, когда поступает огромное количество информации, часто субъективной, необъясненной и непроверенной. О том, как сохранить самообладание в этой непростой на сегодня ситуации, итогом недели расскажет психолог Гюльнара Инанш. Здравствуйте, Гюльнара Хану. Здравствуйте. Итак, как влияет информация о пандемии COVID-19 на состояние человека? Человек, когда впадает в панику, у него начинаются проблемы. Если даже он не болеет, он может потянуть к себе эту проблему. Он просто психически бывает неадекватен. То есть он будет бояться всего. Он будет получать любую информацию как естественную. То есть он не будет различать между субъективной информацией, ложной и настоящей реальной информацией. Есть проблема, есть эпидемия. Это не первый случай вообще на планете, что есть эпидемия. В 70-х годах была эпидемия в Советском Союзе холеры. Люди пережили, тоже были определенные условия переживания этой ситуации. Человек должен просто концентрироваться на здоровье, а не на болезни. Знаете, как можно ему лечиться? Не думая о болезни, а думая о здоровье. Понимаете, страх, страха глаза велики. Он увидит, вот один человек поедет, и для него много. А нужно посмотреть так. Да, эта проблема есть, присутствует. Я знаю, я знаю вообще, как себя вести. Нужно мыть руки всегда, наверное. Нужно соблюдать свою гигиену всегда. Не только, когда ситуация доведена до такого состояния. И человек знает об этом. Он получил информацию. Да, есть такое состояние. Есть такое положение, когда моей жизни грозит опасность. Что нужно делать? Ну вот как сохранить бодрость, хорошее настроение? Думая позитивно. Понимаете, не надо думать о том, что столько человек в мире погибло. Я перевожу на работу с пациентами, на позитив. Да, например, в Китае умерли 3000 человек. А вообще, вы посмотрите количество Китая, какое количество людей. И тогда ваш страх снизится. Понимаете, в психологии как? Когда мы думаем о плохом, мы всю энергию направляем в сторону этого негатива. Когда мы начинаем думать о позитиве, да, это всё есть, но я защищена. Я защищена своим духом, я защищена своей надеждой, своей верой. Знаете, психология – это нематериальная вещь. Там всё индивидуально. В принципе, мы же всегда болеем тем или иным видом гриппа. Я знаю людей, которые в феврале болели тяжелейшим гриппом. Это была высокая температура, это была рвота. Они вылечились. Они даже не знают тогда, чем болеют. Просто весь через дом, они вылечились. То есть, если сейчас это находится под контролем, под контролем государства, это не надо бояться. Понимаете, нельзя жить так, что постоянно, что со мной случится плохое. Ну вот люди сидят, допустим, уже несколько дней на карантине, неделями сидят на карантине. Что бы вы им посоветовали? Чем они должны заняться? Кроме того, что читать постоянно новости. Вместо того, что читать постоянно новости, новости нужно знать. Нужно знать, что сегодня ввели определённый запрет, это нужно знать. Но не вступать в какие-то диалоги, не участвовать в этих спорах, диалогах, где лежит мужчина, неизвестно происхождение этой фотографии, когда была сделана, и заявлять, что это человек умер от коронавируса в Азербайджане. Это очень низкие моральные качества тех людей, которые используют слабость именитета в настоящем моменте. Знаете, ведь человек, который сильным духом, у него же есть страх потерять близких людей. Если он даже себя не боится, он боится потерять близких людей. И когда он видит, что где-то что-то случилось, ощущение, что это приближается к нему. Вот скоро. А он никто ещё не видел, да, может кто-то умереть, но я не должен думать об этом. И, кстати, вот этот момент, когда сейчас есть возможность посидеть дома, можно заняться именно семьёй. Ведь как все семьи, они где-то на работе, не успевают работать с детьми, нормально пообщаться с мужем, с женой, родными между собой. И как раз момент, чтобы, например, можно играть какие-то настольные игры, просто пообщаться, просто читать вместе книги, понимаете, просто вернуться в те годы, когда не было эфиров, не было телевидения, когда люди сидели дома и читали книги, вот вместе сидеть вслух читать книгу. Так прекрасно, знаете, устраивать семейные спектакли, устроить свой прекрасный мир, красивый, где нет этого коронавируса. Понимаете, мы счастливы, что уже занимаются власти всем этим, да, они делают то, что нужно. А я как гражданин что должен делать? Я должен сохранить стабильное психическое состояние моей семьи. Я не только внешне, так и внутренне должен быть спокойной. Мысли-то они передаются, нам нужно быть просто спокойным. Да, это и есть, но я защищена, защищена моим духом. Я не подумаю об этом. Я помыла руки, сделала все гигиенические условия, что мне необходимо. И всё. А дальше уже мы не можем жить постоянно в этом страхе. Какие последствия могут быть для психики человека? Депрессия. В первую очередь, это депрессия, панические атаки могут быть. Ну, конечно, у тех, у которых они уже присутствуют, немного могут осложниться. Это не всегда уход в себя. Это может быть наоборот всплёск всех эмоций, через смех, через желание общаться. Здесь очень важен фактор общения. Здесь должны общаться друг с другом. Общаться через общение, облегчать себя, облегчать себя. Знаете, не все думают, когда общаюсь с пациентами, не все думают о коронавирусе. Какие заботы домашние. Это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, человек, если не грамотен, он может вести... Мы же ещё носители вируса. У него слабый именитет, тем более сейчас время авитаминоза, то есть тело уже слабое, а душа тоже неизвестна в каком состоянии, он может просто навредить. Поэтому вот эти запреты, они очень важны. Ну, вот эти все передачи, которые посвятительские и музыкальные передачи, они очень важны. Кстати, вот через музыку, через весёлую музыку именно, конкретно, чтобы были песни, танцы, пляски, не просто там грустные песни, нет. Именно должна быть такая музыка на мажоре. Ну, я просто уверена, что это скоро всё закончится. Любой вирус, любая болезнь. Есть стартовая позиция, есть пир, есть падение. Вот сейчас идёт на спад всё. Понятно? Потому что, ну, это вечно длиться не может просто. Это не может ничего не длиться вечно. Просто нужно всегда верить, что за темнотой идёт свет. Да, есть такая проблема, но я счастлива, что у меня есть отец, то есть государство моё, кто занимается этим. А столько есть народу, у которого нет этого государства. Мы можем обратиться, это за меня решили, что мне не надо идти, выходить на улицу в это время, мне не надо делать то и другое. Ну, я как малый ребёнок, может, я не понимаю до конца, но есть отец, который это понимает, и это очень ценная вещь. Спасибо вам большое за позитив и за участие в нашей программе. Спасибо, благодарю. Я напомню о том, как в условиях распространения коронавируса не поддаваться панике, итогом недели рассказала психолог Юльнара Инанш. Основной посыл заключается в том, что важно доверять только проверенной информации, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, понимание ситуации поможет справиться с тревогой. Ситуацию с коронавирусом мы сейчас обсудим и с кандидатом медицинских наук Севдой Катебли. Она сейчас на связи с нами посредством скайпа. Севда Ханум, здравствуйте. И сразу первый вопрос. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию вокруг коронавируса в Азербайджане? Здравствуйте. Ну, как я могу оценивать ситуацию? Я могу сказать, что на сегодняшний день ситуация в нашей стране, я бы сказала, контролируемая. И даже где-то спокойная. Мы видим, что правительство принимает все необходимые меры для борьбы с этой напастью, с этой болезнью. И меры эти приняты своевременно, даже в то время, когда мы столкнулись с первыми какими-то ограничениями, с какими-то предупреждениями. Может быть, население мы не понимали до конца, почему это так, а что это за опасность такая. Но со временем мы увидели, что все предпринятые меры и мероприятия были необходимы и были своевременны. Ну, вот так. Я думаю, что пока у нас, слава богу, контролируемая ситуация. Во всяком случае, сегодняшняя. Севдохан, кроме того, что мы соблюдаем меры предосторожности, безопасности, моем руки и дезинфицируем, что кроме этого могут сделать простые граждане Азербайджана? Вы знаете, эта болезнь, этот вирус, он недостаточно изучен. И мы, врачи, тоже, в принципе, впервые сталкиваемся с этим заболеванием. У нас тоже недостаточно сведений об этой болезни. И что мы можем делать? Что может делать население? Мы должны следовать тем инструкциям, которые нам даются, я бы сказала, даже требованиям. Это уже должны быть не инструкции, а требованиям. Соблюдать гигиенические меры и самоизоляция. Вот этот карантин. Я понимаю, конечно, что трудно изолироваться. Мы в последние годы у нас, слава богу, в республике, в городе Баку. Очень активная жизнь, много развлекательных центров, кинотеатров. Очень богатая культурная жизнь была. Ну, что делать? Мы привыкли уже к такому образу жизни. Но сейчас нужно самоизолироваться, сидеть дома. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что людям хочется, тем более весна, праздники прошли. Мы так, в общем-то, даже не заметили этих праздников. Но нужно как-то, наверное, находить себе занятия. Мы раньше жаловались, что нет времени на то, чтобы провести дома с близкими. Не бывает времени уделить внимание детям, заняться уроками, навестить, пообщаться с родителями, с родственниками. Жаловались, что даже на телефонные звонки не хватает времени. Вот сейчас у нас предостаточно этого времени. Надо заняться чем-то, отвлекаться, придумывать, заниматься какими-то хобби. В данном случае сейчас интернет есть в любой семье, в любом доме. Это доступно всем. Очень интересные программы. Я не знаю, онлайн какие-то экскурсии, музеи, книги. Здесь я бы, это просто мое мнение, вот молодежи как-то легче пережить этот карантин, мне кажется. Опять-таки из-за того, что молодежи более доступны. Эти соцсети, интернет и так далее. Здесь нужно подумать, как можно помочь более возрастному населению вот так вот самоизолироваться. Мое мнение, что, наверное, телевидение, наши телевизионные каналы могут пересмотреть свою программу. Может быть, включить программу телевидения, телевизионных каналов и больше те передачи, которые заинтересуют более возрастное население. Потому что, ну, давайте согласимся, да, не все, так скажем, люди более взрослого, зрелого возраста могут пользоваться этим. Не всем доступны эти соцсети. Многие просто это не принимают, им кажется это неинтересным. Нужно постараться как-то разнообразить их досуг в домашних условиях. Спасибо вам большое за подробный ответ. Я напомню, ситуацию вокруг коронавируса итогом недели комментировала посредством скайп-связи кандидат медицинских наук Севда Катебли. Итак, по последним данным, в различных карантинных зонах в Азербайджане находятся свыше трех тысяч человек. Среди них как граждане страны, так и иностранцы. С активным коронавирусом на сегодня 190 человек. Они находятся под медицинским наблюдением. Между тем, в соседней Грузии количество зараженных достигает ста. Как в целом там обстоит ситуация, итогом недели прокомментировал политолог из Тебелиси Гела Васадзе. Добрый вечер. Что касается ситуации в Грузии, конечно же, ситуация достаточно сложная. Число заболевших растет. Да, к счастью растет и число вылечившихся. И, что самое главное, у нас к счастью нет смертей. Но все-таки понятно, что ситуация может обостриться, выйти на пике. Поэтому люди, конечно, боятся. С другой стороны, у нас нет карантина, кроме Марнаулии и Балниси, где действительно был выявлен очень тяжелый и очень опасный кластер. И понимаете, в чем дело? До этого выявлялись кластеры, когда знали точно, с кем общались люди, и их могли проверять. Сейчас же речь идет о том, что круг очень большой. Поэтому именно там было объявлено чрезвычайное положение. Что касается паники, паники как таковой нет. Вернее, она есть у отдельных людей, но в общем целом паники нет. У нас другая проблема. У нас проблема в том, что многие люди просто не верят в коронавирус, в том, что он опасен. И это действительно большая проблема, потому что... Ну, скажу так, что вирус... Я тысячу раз не вирусолог, Бога Божию упаси, и не собираюсь с медицинской точки зрения это обсуждать. Из того, что я видел, из того, что я наблюдал все эти дни, вирус бьет очагово. То есть это Бергамо, это Мадрид, это Барселона, это Сиэтл, где он попал в дом престарелых и так далее. Вот именно к этому, я думаю, наша система здравоохранения не готова. Поэтому, ну, даст Бог нас минует чаши сия. Мы береженого опять-таки Бог бережет. Напомню ситуацию вокруг коронавируса в соседней Грузии, нам комментировал политолог Гела Васадзе. Мы продолжаем. На этой неделе армянские войска решили устроить новые провокации на линии соприкосновения в направлении Гюранбойского и Газахского районов. Почти 30 лет вооруженные силы Армении находятся в Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах, суверенной территории Азербайджана. Наша армия провокацию пресекла. Ситуация под контролем. Между тем, ОБСЕ опубликовала доклад за 2019 год. Подробнее прокомментирует Резван Гусейнов. Ознакомившись с отчетом ОБСЕ за 2019 год касательно ситуации в Нагорно-Карабахском конфликте и проводимых мониторингов на линии соприкосновения, на линии фронта между армянскими вооруженными силами и вооруженными силами Азербайджана, создаётся впечатление, что в основном представители Минской группы ОБСЕ и главу офиса ОБСЕ в Баку Анджей Каспельшика волнует, чтобы отчет был красивым. В нём просто перечислено количество мероприятий, встреч, мониторингов. То есть сухое перечисление дат и событий, которые ни в коем случае не отражают растущую напряжённость на линии фронта между Арменией и Азербайджаном. Вот так именно, вот такими отчётами и пытаются фактически скрыть реальное положение дел на линии фронта. Ведь мы знаем, что как раз таки с 2019 года и до сих пор идёт рост напряжённости на линии фронта, гибнут солдаты, ещё больше рост напряжённости на границе между Арменией и Азербайджаном, где также гибнут пограничники. И за этими провокациями напрямую стоит правительство Армении. Разве минская группа ОБСЕ этого не видит? И странно, что никаким образом в отчёте не указан виновник роста напряжённости, то есть армянская сторона. Не показано, что оккупационные войска Армении являются причиной того, что гибнут военные, а также и гражданские люди на линии фронта. То есть подобными родами отчётами они пытаются обосновать свою деятельность здесь, которая уже почти 30 лет и не имеет никаких, к сожалению, практических результатов. Всё это, к сожалению, опять-таки приводит нас к тому, что кроме военно-политического решения Карабахского конфликта, других вариантов на данный момент нет. И в завершении выпуска снова о коронавирусе. COVID-19 отменил большой спорт. Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на лето следующего года. Олимпиада по-прежнему будет называться «Токио-2020». Олимпийский огонь останется в Японии. Ранее несколько стран заявили, что их спортсмены не поедут на летнюю Олимпиаду, если она пройдёт в этом году. Возможно, что это также повлияло на решение Международного Олимпийского комитета. Вы смотрели итоги недели на CBC. Мы увидимся вновь в воскресенье, как обычно, в 21.00. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин